Праздник в детском доме инвалидов устроили служители церкви «Дверь в небо». Они уже побывали в нескольких детских учреждениях, приехали не с пустыми руками, привезли подарки и хорошее настроение. Праздник прошел в рамках проекта «Вифлеемская звезда». Хоть новогодние и рождественские мероприятия прошли, христиане продолжают навещать детей, которые из-за проблем со здоровьем не могли принять участие в муниципальных елках и новогодних утренниках. Со своих комнат на инвалидных колясках съехались в актовый зал все дети. Даже Ирочка, которая совсем не может самостоятельно передвигаться. Здесь проживают дети возрастом от 4 до 18 лет. Все они находятся тут постоянно, поэтому гостей здесь очень любят, потому что это приносит опыт общения с социумом и не вызывает у детей изолированность и замкнутость. На протяжении долгого времени, примерно около 7 лет, Церковь «Дверь неба» ведет такую шефскую работу над детским домом для инвалидов в городе Днепропетровске. Эти дети особенно нуждаются во внимании, потому что они оставлены родителями из-за своих физических недомоганий, они лишены этой родительской ласки. И постоянно, мы не только в празднике, но постоянно, круглый год посещаем это учреждение. Наши служители, которые однажды там побывали, они говорят, что особую благодать от Бога переживают, когда служат этим детям. С детьми на праздник пришли сотрудники детского дома. Им так же, как и детям, было интересно посмотреть кукольно-театральную постановку и порадоваться вместе с детьми. «Декорации вообще бесподобные. Оформление очень красивое. Детям очень понравилось». «Очень приятно, что вы нас посещаете, что дети рады вас видеть. Им очень понравилось ваше представление. И вообще приезжайте почаще к нам». «Мне понравилось все. Честно говоря, я вам хочу благодарить все. Спасибо вам огромное за кукольный театр. Это детский дом Чечерна, 167. Спасибо вам огромное». Христиане, которые служат этим детям, молятся за них, любят их просто так, за то, что они есть. Дети тут действительно особые, которые знают с рождения, что надо работать, заниматься, ежедневно преодолевать боль. Им тяжело физически, они нуждаются в помощи и поддержке. Но они также чувствуют, понимают, учатся, стремятся к максимальной самостоятельности. И у них многое получается. Специально для христианских новостей. Анна Блоха, Ольга Лях, Днепропетровск, Украина.